здравствуйте коллеги с вами саков роман компания про маркетс и рад приветствовать вас на нашем новом видео паника на рынке продолжается нефть растет и мы обсудим эти события сегодня но прежде чем мы начнем хотел сделать небольшое объявление сегодня 5 марта и компания на марки исполняется 20 лет и мы вновь ходим в новую фазу и делаем ребрендинг теперь адмирал маркетс будет адмирал то есть все мы идем в сторону как раз создание финансового хаба где будет возможность пользоваться различными услугами различными сервисами для того чтобы увеличивать опыт наших и трейдеров и инвесторов и будем также работать в разных сегментах поэтому данную информацию вы также увидите в ближайшее время везде в наших рассылках да на нашем сайте но вот такой небольшой анонс перед началом ну и также не забудьте поставить лайк этому видео если она вам нравится и вопросы ваши оставляйте как всегда в комментариях а вчера мы увидели новую волну падения на рынке и собственно сейчас она также продолжается укрепляется американский доллар падают фондовые индексы и что на текущий момент мы можем сказать о том что она стала как раз этому причиной ну во-первых вчера было также заседание фрс и выступление паула на котором он сказал о том что по мере открытия экономик до рост инфляции все-таки возрастая да то есть он это заявил и на рынок на это также среагировал собственно тем движением который мы вчера видели во время америки быстрее всего падал конечно это высокотехнологичный индекс нас так то есть высокотехнологичные компании сейчас падают быстрее на европейские индексы падали пока не так сильно к примеру дакс он но практически торгуется на тех же уровнях начала недели а собственно также мы видели скачок роста доходности облигаций в район уже 1 из 6 то есть фактически мы приблизились максимум которые были в прошлом году и это также вызывает риск опасения непосредственно на фундам рынке и как раз на этом фоне также рост американского доллара на продолжается а также важно сказать то что и есть определенные подвижки с голосование с данными по как раз и новым пакетом стимулирующих мер но его поставили на паузу дату голосование прошло 50 на 50 финальный голос за камин за камала харрис и казалось бы что все вот 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 будет решено потому что кого харрис это вице-президент но этот вопрос пока тоже отложили а вот по поводу нефти здесь тоже интересный момент нефть продолжает расти и собственно это связано с тем что прошло заседание опек плюс на котором договорились все-таки сохраните добычу на прежнем уровне безусловно это позитив потому что негативным сценарием для развития как раз коррекции по нефти было бы то что добычу вы стали наращивать до были разногласия россии и саудовской аравии но тем не менее этого не произошло именно добычу пока договорились сохранить собственно это движение пока мы и видим конечно ключевое до падение которое было вчера мы видели по технологичному сектору то есть долл джонс он не так сильно снижался и если посмотреть уже непосредственно также по по рынку нефти то есть мы видим то что нефть сейчас по ней как раз больше всего информации то есть это вот такой сантимент именно по рынку нефти который сейчас доступен тоже на сайте адмирал маркет и мы видим что да больше позитива именно нефть собственно это отыгрывает и продолжает свое движение теперь давайте посмотрим непосредственно по инструментам часть позиции я вчера закрыл некоторые позиции большая часть позиции закрылась с убытком какие-то отложенные в дыре и удалил собственно сейчас а мы переходим несколько опять иную фазу особенно по евро здесь тоже важно понимать то что мы видим вот то движение которое сейчас происходит она у нас идет нисходящее вполне вероятно что сейчас мы перейдем фазу опять снижение и собственно здесь тоже мы можем ожидать уже смены как раз вот того направления которое было а евро то сейчас по паре американский доллар японская иена мы это уже видели да тут переход фазу роста именно американского доллара сейчас по евро подобная ситуация тоже складывается вполне вероятно что ближайшее время уже важно будет обращать внимание как раз на те те ситуации те сделки которые могут проходить и непосредственно по по данным инструментом и евро в том числе снижается здесь я для себя до ожидал отбития от уровня 1.19 если бы мы удержались выше но вот сейчас мы видим что давно мы этот уровень пробиваем то восходящий сценарий здесь я бы рассматривал вполне вероятно что теперь после данного как раз обновления минимальной значения мы сможем видеть коррекцию и вот тогда уже вновь нужно будет искать уже непосредственно покупки а продаж то есть мы сейчас можем видеть вот этот как раз переход на том фоне и экономики до сша то что там происходит ее рост инфляции доходности плевывает сын все это все может быть а спровоцировать как раз снижением на начало снижения евро и рост американского доллара поэтому здесь с покупками сейчас нужно быть аккуратным да то есть и покупки которые они были здесь я их отложенные ордера отменил как раз на фоне того что происходило на рынке поэтому здесь пока остаюсь и присматривалась по британской валюте по британской валюте также тренд у нас был восходящий довольно таки сильные дату здоровки и продолжительное время, не всегда были хорошие уровни для входа, но тем не менее. То есть, опять же, та коррекция, которая была в начале этой недели, я тоже для себя использовал этот момент для входа в сделку. Сделку я закрыл, не дожидаясь стоп-лосса, с небольшим убытком. И сейчас, собственно, слежу за тем, как ситуация будет развиваться. То есть, мы уже обновили локальный минимум, мы это видим. И, собственно, опять же, здесь на фоне укрепления американского доллара мы тоже можем видеть коррекцию по британской валюте, поэтому вполне вероятность смены как раз того тренда, который сейчас был на рынке, начиная с осени прошлого года, на нисходящий. Поэтому с британской валюте тоже нужно быть аккуратным. По паре американский доллар, канадский доллар, здесь я для себя рассматривал тоже шорт, но, опять же, на фоне того, что сейчас происходит на рынке, это пока, на мой взгляд, не самая лучшая ситуация, поэтому я удалил тоже отложенный арбира, тем более цена для входа была не самая оптимальная и не в тот момент, когда мне нужно было, поэтому здесь пока остаюсь в ней позиции. Вполне вероятно, что если мы уйдем выше максимума, который мы видели как раз в феврале, до отметки 1.2863, то может начаться формироваться, опять же, восходящий тренд на американский доллар по отношению к канадскому доллару. Пара американский доллар и японская иена. Здесь колоссальный рост, то есть фактически от уровня там 102 до сейчас мы торгуемся по 108, на 6 фигур мы выросли, в процентах это там порядка 5%. Ну, собственно, мы уже говорили, да, о том, что вот здесь я для себя рассматривал смену как раз данного тренда, вот по данным уровням я уже перестал, ну и пробовал, да, продавать один раз, но, собственно, основная идея была здесь как раз поиска покупок. К сожалению, по данным уровням здесь в рынок я не вошел, не было как раз коррекции, которую я ждал, но тем не менее, то есть сценарий реализуется, движение идет сходящее. Конечно, сейчас опять же входить в рост крайне опасно, то есть видно, что пара перекуплена и коррекция здесь может последовать, вот после завершения данной коррекции буду рассматривать уже для себя вход на продолжение как раз роста. Австралиец, точно такая же картина, точно такая же ситуация, здесь есть еще куда падать, мы можем упасть в область минимальные значения, которые были как раз в феврале и, собственно, здесь будет большой вопрос, удержится ли выше данных уровней валютная пара, то есть мы можем вполне плотно подойти к этим отметкам, поэтому покупки сейчас не рекомендуется делать, потому что мы обновили минимальные значения, которые были в конце февраля и падение данной продолжается, поэтому здесь ждем остановки, тогда будем уже принимать какое-то решение. Но опять же, как я уже сказал, то скорее всего мы можем видеть обновление минимов, коррекцию, вот по данной коррекции уже будет иметь смысл рассматривать продажи, как непосредственно на укрепление американского доллара, то есть такую картину мы ждем. По новозеландцу, по новозеландцу здесь у нас тоже продолжается нисходящее движение, тоже здесь я пробовал заходить, то есть был вход от уровня, опять же в рамках продолжения тренда, но сейчас опять же мы видим, что тренд может не удержаться и в ближайшее время мы можем увидеть как раз его изменения, поэтому здесь ожидаем как раз продолжение нисходящего движения, вполне вероятно, что из области поддержки, там в области 0.70 мы можем видеть коррекцию, которая опять же имеет смысл рассматривать как для переворот, то есть пока вот такой сценарий мне кажется здесь наиболее вероятным. Золото, золото продолжает падать, уже торгуемся по 1692, то есть тренд исходящий сохраняется, потом здесь основной как раз настрой здесь будет такой, вполне вероятно, что мы можем видеть здесь отскок, как раз на фоне падения фондового рынка в золото могут начать потихоньку возвращаться, но вряд ли он может быть сильным, поэтому опять же сейчас заходить там на продажу мы довольно таки перепроданы, на покупку пока преждевременно, то есть пока мы не знаем где золото может остановиться. DAX, как я уже сказал, то есть DAX падает не так сильно как американские фондовые индексы, но тем не менее здесь мы видим тоже начало нисходящего движения, вполне вероятно, что можно прийти в область 13275, оттуда имеет смысл также попробовать уже заходить на продолжение роста, то есть пока сейчас покупать опасно, продавать может быть, но здесь нужно учитывать то, что риск в этом случае тоже довольно таки высок, то есть DAX, конечно, может пока сейчас отыгрывать то движение, которое будет по S&P. Ну и собственно, по S&P вчера, ну и вся неделя весь март идет вот в таком негативном ключе, мы падаем и от локальных максимумов, которые мы видели в середине февраля, уже коррекция составила порядка 5-6%, то есть это не так много, это в рамках стандартной коррекции, мы видели коррекции и гораздо больше, которые были в сентябре и в октябре, но тем не менее, то есть рынку нужно дополнительный драйвер для того, чтобы расти, а пока его, к сожалению, нет. Поэтому в любом случае следим, где остановится данное падение, тогда будем уже принимать решение по входу на рост, то есть я в любом случае по S&P для себя рассматриваю как основной сценарий, как восходящий. Ну и нефть, нефть вплотную подбирается по нефти, посередине нефть марки Brent вплотную подбирается к отметке 70, а сейчас мы, сегодня тоже мы уже обновили локальный максимум, вчера был тоже стремительный рост, если посмотреть, то мы вчера выросли примерно на 7%, до сегодняшнего максимума 7,5% мы доходили. Денденция восходящего здесь сохраняется, продолжается и данное движение здесь у нас тоже остается в приоритете, ну а фундаментальные факторы мы уже разобрали чуть дальше, ну в самом начале видео. На сегодня это все, сегодня еще напоминаю будут нонфармы, да, то есть ожидается позитивный настрой именно восстановления рынка труда, да, что безусловно будет позитивным для экономики, но риск инфляции возрастает. Всем желаю хорошего торгового дня, не забудьте поставить лайк этому видео, вопросы оставляйте в комментариях, но мы увидимся на следующей неделе и посмотрим, что будет интересного и как будут вести себя рынки. Всем спасибо за внимание и до свидания.